Привет всем! В этом видео я буду перерисовать рисунок моего отца в своем стиле, а к концу видео я сравню результаты и подведу небольшие итоги. Что ж, скучали по мне? Надеюсь да, ведь у меня не было целые три недели, я успела отдохнуть и отучиться недельку в школе. А как ваши дела по поводу учебы? Напишите в комментариях, у меня в целом все окей, хоть и устаю немного. На фоне сейчас спидпоинт рисунка отца, но для начала советую вам налить себе чашечку горячего чая, укутаться теплым пледом, а я начинаю болтать. Начнем с того, что идея для этого видео возникла очень внезапно. Мне просто стало интересно, что будет, если я нарисую рисунок моего отца в своем стиле и сравню результаты. Отец, к сожалению или к счастью, не связал свою жизнь с рисованием. Он мог бы стать художником и у него были задатки, но там, где он жил, не было художественных школ, а тогда рисование не считалось чем-то престижным и прибыльным. Ну а еще мой дед по отцовской линии был художником, но, к сожалению, не смог получить высшее художественное образование. Мой отец очень любит мотоциклы, так что решил нарисовать девушку на мотоцикле соответственно. Он никогда не рисовал в раставой графике прямо на планшете, так что мне пришлось ему немного объяснить все функции про креата и самого айпада. Было достаточно забавно. Отец быстро привык, ему понравилось рисовать, хоть и сказал, что это забирает слишком много времени. Ближе к концу он начал прорисовать мотоцикл и шлем, а потом ему уже надоело рисовать все эти детальки, и он оставил все как есть на данном этапе. Арт отца готов, а теперь мой черед. Изначально мне не сильно нравилось, что получалось, но в итоге я разрисовалась, и в целом ближе к середине я уже наслаждалась процессом. Рисовала я также этот рисунок на уроках. Да-да, дистанционка не помеха в моем творческом пути, и я иногда рисую прямо на уроках, и при всем этом достаточно хорошо учусь. Ну да ладно, на этапе скетча у меня возникли некоторые проблемки в духе а-ля не могла нормально расположить все детали мотоцикла так, чтобы это смотрелось более-менее реалистично. Но, как видите, я смогла исправить эту проблемку, а возможно и нет. Мотоциклисты, не бейте меня тапками, я не разбираюсь в деталях и составляющих. С фоном решила не сильно заморачиваться, а просто также нарисовать поле. Но свет у меня справа, а на рисунке отца слева. Ближе к концу добавила птичек, нарисовала реки и какие-то населенные пункты вдалеке, чтобы рисунок глядел живее, и мотоциклистка не чувствовала себя такой одинокой в поле. С асфальтом у меня были некоторые проблемки, но в конце все стало по классике более-менее. К моему удивлению, рисунок не занял много времени, а лишь 2 часа и 48 минут, что достаточно мало, ведь я думала, что этот арт займет куда больше времени. Теперь наслаждайтесь остальной частью спидпейнта под приятную музычку без моих комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подведу небольшие итоги. Моему отцу очень понравилось то, что я нарисовала. Сказал, что у него на рисунке лучше мотоцикл получился, а у меня девочка соответственно. Логично, я ведь не специалист по мотоциклам и не фанат такого. Я старалась не сильно уходить от оригинала и не особо что-то менять, чтобы в конце было проще сравнить. А еще у меня появился Donation Alerts, можете поддержать там меня денюжкой, коплю сейчас на кое-что для ютуба. Возможно догадаетесь, а возможно и нет. Вот такой вот не слишком большой ролик получился. Благодарю вас за просмотр, пишите ваше мнение по поводу этого мини-эксперимента в комментариях, скажем так, еще и зацените то, как я нарисовала мотоцикл. Ну и до новых встреч в следующих видео. Пока!